Вот здесь, рядом с кустиком патиссонов, расположился кустик кабачков. Этот кабачок я пробую впервые. Это сорт арлика. Очень хорошо его рекомендовали. И действительно, кабачки оказались очень хорошими. Кустик может быть не такой мощный, как рядом растущий патиссон, но, однако, довольно рослый, довольно крепкий и завязал уже немало плодиков. Часть уже сорвана, и вот опять продолжают расти вот такие красивые пятнистые плоды. Завязи очень много. Вот уже надо опять срывать. Там и патиссончик тоже надо срывать. То есть, поспевают кабачки довольно быстро. Это при том, что уже несколько штук снято. Что можно сказать еще про этот сорт? Посеян он был, как и все прочие кабачки, 25 мая, сухими семенами, немного загущено. Сходы, правда, были не очень хорошие почему-то. Но это никак не помешало отобрать сильное растение. Оставил я одно вот в этой лунке. И этот кабачок растет, хорошо плодоносит. Уход очень простой. Поливы. Одна подкормка раствором куриного помета 1 к 15. Пол ведра вот на эту луночку. Но в остальном прополки, рыхление и никаких проблем. Кустик очень здоровый. Нет никаких признаков болезни листьев. Сейчас конец июля. Уже вовсю плодоносит. Очень хороший сорт арлика. Так что вполне можно брать этот сорт на вооружение. Можно смело поставить ему очень хорошую оценку. Вообще, я очень люблю кабачки. И вот этот сорт очень мне нравится. А вот этот сорт кабачков пробую в этом сезоне впервые. Это кабачок сорта арлика. В описании он немножечко другой расцветки. Не так ярко выражена пятнистость. Но вот вырос именно такой. Но все равно видно, что это кабачок арлика. Сейчас посмотрим, как выглядит этот кабачок в разрезе. Сорвал два плодика. Один побольше, вот такой. Один поменьше. Разрежем, наверное, который поменьше. И посмотрим, как он выглядит в разрезе. А в разрезе кабачок выглядит очень хорошо. Видно, что у плодика такого размера практически вообще никак не выражены семена. То есть его не надо чистить. Не надо отделять семенную массу. И можно непосредственно использовать сразу. Вот такого размера кабачки этого сорта. Очень удобно, видимо, будет использовать. Теперь посмотрим, как выглядит большой кабачок. Режем поперёк. И повдоль. Смотрим. Видно, что у этого кабачка даже довольно большого размера, все равно семена еще только-только начинают образовываться. Конечно, плодик перед употреблением очищать от семян придется. Но все равно их не очень много. Так что плодик выглядит вполне достойно. Вот это сорт кабачков арлика. Про вкус сказать ничего не могу, еще не пробовали. Но в целом кабачок, видно, очень хороший. Особенно если мелкие плоды вот такие срывать, то и чистить даже не надо. Вот так выглядит кабачок арлика.